Всем привет! Заказал Redmi Note 7 с AliExpress за 161$. Пока посылка приехала, цена уже упала. Вот продавец магазин, в котором я покупал. Советую его продавца, потому что посылка доехала очень быстро и продавец отправил посылку на следующий день. Упакован телефон хорошо. Это сразу замечается. Вот так вот выглядит коробка. Все очень красиво. Небольшая есть мятенька на коробке. Вы видите, чуть-чуть выше с правой стороны. Давайте распечатаем коробку. Самое главное, чтобы телефон был цел. Ну а по поводу цен, если вы хотите дешево, вы найдете, вы купите. В принципе, у этого продавца была самая низкая цена. Вообще, вот среди всех. Вот. Но, как видите, купил. Пока он доехал, уже цена опять упала. Ну, бывает такое. Ну, упал это на 3$. Так что, это незначительная сумма. Так, вот наш телефончик. Здесь у нас чехол в комплекте идет. Всякая макулатура ненужная. Ну, чехол такой. Ну, точнее, это бампер. Обычный бампер. Ничего такого сверхъестественного. Согласитесь, это хорошо, что он идет в комплекте. Вот так выглядит телефон. Вроде как целенький. Так, комплект, зарядка, кабель. Ну и все, в принципе, больше ничего нет. Итак, телефон. Первые ощущения, первое впечатление. Давайте сейчас сниму пленку. Напишите в комментариях, кто получает удовольствие, когда снимает пленку с экрана заводскую. Итак, первое ощущение по телефону. Что я могу сказать? Скажу честно, вот чувствуется дешевизна. Реально, вот чувствуется. Вот задняя крышка, особенно в черном цвет. Я не знаю, как в синем будет выглядеть. Но в черном он выглядит слишком дешево. То есть, как будто бы это не оригинальный телефон, а копия какая-то. Еще хотел бы сказать, что телефон как будто бы толстый. Вот для нынешних смартфонов аппарат реально кажется толстым. Так, настройки прошел. Телефон вроде включился. Ну смотрите, вот он реально кажется толстый. И такое ощущение, что экран вот прилепили на рамку. То есть, экран должен был быть в рамке, мне кажется. Ну это мое мнение. Что думаете вы, конечно, пишите в комментариях. Но он такой толстоватый. Андроид 9 у нас в коробке. Тут без проблем все. Конечно же, получит и Андроид 10. Возможно и 11 даже, когда выйдет. Загрузчик у нас заблокирован. Ну камера и все остальное, это все работает. Еще бы не работало. Оболочка MIUI работает действительно быстро. Мне это понравилось. В целом, что я могу сказать. Ну хороший аппарат, такой бюджетный. Своих денег однозначно этот смартфон стоит. Да, единственное, что он такой толстый. Вот. Но, мне кажется, это даже наоборот придает вам, знаете, что... Вот вы думаете, отдал такую маленькую сумму вот за такой вот прям массивный телефон. От этого тоже кто-то утяжается. Короче, как-то так, друзья мои. В чехле выглядит телефон очень даже неплохо. Правда, стал еще толще. Но, да ладно. Зато будет в безопасности. На этом у меня все. Всем пока. Покупайте. Пользуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok